Свыше полутора тысяч дворов, парков, аллеи, зеленых и пешеходных зон благоустроены в Алтайском крае за пять лет. Причем жители региона сами выбирают, какие места облагородить. Участвуют в онлайн-голосовании. В этом году голосуют за объекты, которые благоустроят в следующем году. Всего по 42 муниципальным образованиям предлагается на голосование 174 территории. Из них, я сказала, 14 это переходящие. По остальным будет как раз возможность выбрать то, что интересно жителям. Мы провели анализ, какие же территории все-таки были предложены для голосования. И тут лидирующее значение, это где-то 79, по-моему, территорий. Это территории, которые предназначены как для проведения каких-то крупных мероприятий, так и для отдыха. Что касается краевой столицы, то выбрать нужно из 37 территорий. Это как крупные парки, так и небольшие скверики. В этом году добавлен новый объект. Часть территории бывшего парка культуры и отдыха имени Ленина. Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев отмечает, что с каждым годом горожане голосуют все более активно. По прошлому году 34 с лишним тысячи человек у нас свои голоса отдали. Так же, как и в этом году, в прошлом году мы голосовали за одну из территорий. Победил парк центрального района и уже определился подрядчик по его благоустройству. И также голосовали за этапность благоустройства парка юбилейного в этом году. В юбилейном, наверное, основной вид работы – это строительство велодорожки, велобеговой 3-6 километров, это освещение. А вот что сделают в парке в 2024 году, жители выбирают в этом голосовании. Для этого барнаульцам надо выбрать в голосовании раздел «Дизайн проект» и отдать предпочтение понравившемуся варианту. Кстати, проголосовать могут все жители края и города с 14 лет. Сделать это можно через портал госуслуги, а также при помощи волонтеров. Добровольцы будут работать в торговых и многофункциональных центрах. Депутаты также будут работать еще и с пожилым населением нашего города Барнова, потому что у некоторых просто нет возможности выйти из интернета, у некоторых, может быть, даже пожилых людей нету и гаджетов. То есть мы будем, конечно, объяснять, предоставлять точки, где будет доступ к интернету. Также будем подводить этих людей к тем же самым волонтерам. Онлайн-голосование стартовало в минувшие выходные и продлится полтора месяца, вплоть до 31 мая. Напомним, барнаульцы могут проголосовать за одну территорию и за следующий этап благоустройства парка «Юбилейный». Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.